За минувшие сутки российская армия обстреляла 9 областей Украины. Об этом говорится в сводке областных военных администраций. За прошедшие сутки противник нанёс один ракетный и 46 авиационных ударов. Активно используют авиацию, применяя крылатые авиационные бомбы в Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, в результате чего есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. В результате российских обстрелов Херсонской области погибли два мирных жителя, шесть получили ранения. 17 населённых пунктов были обстреляны в Запорожской области. Террористы совершили 94 артообстрела, один ракетный, четыре авиаудара, три из ракетных систем залпового огня и десять с применением беспилотных летающих аппаратов. Зафиксированы новые разрушения гражданской инфраструктуры, жилых домов, имущества людей, складских помещений, агропредприятий. Ночью прозвучали взрывы в Запорожье. О жертвах не сообщается. Также ночью российскими силами были обстреляны Краматорск и Никополь. Обошлось без жертв. В генштабе ВСУ заявили, что за последние сутки силы обороны Украины отбили 60 атак на трёх направлениях. Самые ожесточённые бои продолжаются за Бахмут и Маринку. В свою очередь руководитель главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью РБК «Украина» заявил, что Россия почти везде перешла в оборону. Единственные места на фронте, где происходят их попытки, это попытка в городе Вахмут. Это попытка охватить с севера город Авдеевка локальные боевые действия в городе Маринка. И в Авдеевке, и в Маринке идентичная тактика, как и в Вахмуте. Просто попытка стереть населённый пункт с лица земли. В свою очередь, командующий сухопутными войсками вооружённых сил Украины Александр Сырский заявил, что под Бахмутом в СУ не только обороняются, но и проводят контрнаступательные действия. «Враг не оставляет цель окружить Бахмут и использует для этого все возможные силы и средства, вплоть до тотального разрушения города. Наши бойцы осуществляют в Бахмуте не только оборонительные действия, но и активно контратакуют». Военные расходы Украины в 2022 году выросли на 640% по сравнению с предыдущим годом. Об этом говорится в пресс-релизе Стокгольмского Международного института исследований проблем мира. В 2022 году военные расходы Украины достигли 44 миллиардов долларов. Это был самый высокий рост военных расходов страны за один год, зафиксированный Сипри – 640%. В результате этого роста и связанного с войной ущерба для экономики Украины военное бремя выросло до 34% ВВП в 2022 году по сравнению с 3,2% в 2021 году. Журналисты Азербайджанской службы «Голоса Америки» получили легкие осколочные ранения во время посещения ранее оккупированной Россией территорий возле села Мирное в Николаевской области. Украинские добровольцы показывали им траншеи, когда взорвалась ловушка, установленная отступавшими российскими военными. Российские СМИ и телеграм-каналы сообщили, что в Московской области обнаружен беспилотник со взрывчаткой, который якобы принадлежит Украине. Официальных комментариев от Киева пока нет. Александр Яневский, «Голос Америки».